Первый день осени отметил 100-летний юбилей Вячеслав Михайлович Куликов. Человек удивительной, непростой судьбы. Он прошел две войны – Великую Отечественную и Советско-Японскую. Почти 40 лет своей жизни посвятил калибровочному заводу, который сейчас входит в состав предприятия ММК «Метиз». Директор «Метизно-калибровочного завода» Александр Мухин посетил юбиляра и поздравил его со знаменательной датой. От всей души хотели вас поздравить. Вас, как ветерана Великой Отечественной войны, как ветерана нашего завода, очень символично, да, год 75-летия Победы, 100 лет. Ну, на самом деле, это такая дата, что точно редко встретишь такое, очень редко. В уютной обстановке за чашкой чая юбиляр со своей дочкой делились гостями воспоминаниями. В Магнитогорск Вячеслав Михайлович приехал в 12 лет. Здесь прошла его юность. Здесь он устроился работать на комбинат и отсюда же ушел на фронт. Он прошел через всю Великую Отечественную, служил на Сахалине пехотинцем во время Советско-Японской войны. Однако эти годы Вячеслав Михайлович вспоминать не любит. Как-то не очень охотно. Может быть, там что-то было секретное, не знаю. Ну, как-то так вскоре скажут и все. А потом они же вспоминают, а потом плачут. И лишний раз не напоминаешь. После войны Вячеслав Михайлович вернулся в Магнитогорск и устроился работать на калибровочный завод в канатный цех. Работу искренне любил, поэтому шел вверх по карьерной лестнице. Был и бригадиром, и начальником смены, а на пенсию ходил в должности мастера. Однако судьбой ему был уготован непростой жизненный путь. Одно из потрясений – смерть супруги. На ММК «Метиз» принято поздравлять своих юбиляров. Сейчас под опекой находятся 6,5 тысяч ветеранов, в том числе и бывших работников метизного и калибровочного заводов. Предприятие организует для них праздники, выезды за город, а также помогает в лечении, выделяет средства на медицинские препараты. Ветераны очень важная, очень важная составляющая. Они приходят на завод, они передают свой опыт, который у них есть молодежи. Ну и, как говорится, в прямом общении с действующими работниками завода рождается преемственность, и поэтому завод живет, работает и поддерживает все те традиции, которые были. К слову о преемственности. По стопам Вячеслава Михайловича пошел и его сын. Он также трудился в канатном цехе. Там же работал и зять юбиляра. Павел Берсенев, Алексей Гондаренко, телекомпания «ТВИН». Редактор субтитров А.Семкин